Местное отделение Коммунистической партии Российской Федерации Шахбала Вердиханов возглавлял 25 лет. 19 января текущего года первый секретарь сложил свои полномочия. В начале оперативного совещания глава городского округа вручил почетную грамоту Вердиханову за активную позицию и большой вклад в общественно-политическую жизнь города. Два с половиной года нашей совместной с вами работы, хоть мы с вами разную политическую идеологию проповедуем, но тем не менее я благодарен вам за то, что по всем вопросам городским, хозяйственным вопросам мы всегда с вами находили общий язык, понимали друг друга, потому что знаем, что мы служим нашим жителям. Вам всем я желаю успехов в деле служения нашему городу, нашей стране. В ходе совещания Геннадий Панин представил присутствующим нового главного редактора еженедельного городского издания «Ореховские вести» им стала Елена Анашкина. В процессе работы глава городского округа подвел итоги проведенного заседания правительства Московской области. Одна из тем – зимнее содержание территории Подмосковья. По словам Геннадия Панина, внимание на своевременности и качестве уборки дорог и тротуаров акцентировал министр дорожного хозяйства Игорь Тресков. Вся снегоуборочная техника нашего города оснащена системой ГЛОНАСС, которая дает нам возможность нашему управлению жилищно-коммунальному хозяйству видеть, в какое время автомобили вышли с базы, какие дороги они, какие маршруты прошли, почистить. Но мы с вами прекрасно видим, что этого недостаточно. В ближайшее время управление дорожного хозяйства вводит систему углубленного контроля. Качество уборки дорог будет проверяться с помощью фотофиксации с выездом на место. Я считаю, что это действительно внедрение это очень важно. И Александру Владимировичу прошу также активнее взаимодействовать с УДХ на предмет наших подрядчиков подключения к этой программе по контролю. Произвести уборку на площади Пушкина Геннадий Панин поручил директору комбината по благоустройству, а руководителю Орехово-Зуевского ПДСК уделить внимание улице Дворстачки и дороге до соединения с улицей Волково и тротуаром. Вот для нас сейчас, для нас самое выгодное время для вывоза снега. Он сейчас весь спрессовался, объем никакой. Пожалуйста, что называется, его там отдирайте, аккуратно только асфальт оставьте, вот, и вывозите. Объем копеечный, коль вовремя не там, не перекинули, не вывезли. Ну, потому что дорога, очевидно, что за ужин. На тротуарах тоже как бы налить. Плюс сегодня там уж по центральной, там одной из центральных улиц Володарска уехала на работу. Остановки все блестят. Полным ходом идет подготовка к традиционному фестивалю работников здравоохранения Московской области. Прочистить проезд и прилегающую территорию ресторана «Охотник» глава городского округа поручил директору Орехово-Зуевского ПДСК. За прошедшую неделю по установленным нарушениям зимней уборки сотрудниками Госадом технадзора было возбуждено 22 административных дела и 6 по объектам РЖД. Также уделили внимание придомовую территорию, многоквартирных домов и работали по прилегающим территориям здравоохранениях субъектов. Прошу обратить управляющей компанией внимание на уборку детских игровых площадок от снега. Сейчас я думаю, что это очень актуально сделать. Ну и дорожникам продолжать вывод снега. 18 февраля в Орехово-Зуеве вновь пройдет единый день диспансеризации. А сотрудники предприятий и организации приглашаются на ежегодный отчет главы городского округа, который состоится 17 февраля в 15.00.